Привет! Меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Дэйл Брэггенридж Карнеги, или попросту Дэйл Карнеги, 24 ноября 1888 года рождения, американский педагог, лектор, писатель, оратор, мотиватор, основоположник курсов по самосовершенствованию, навыкам эффективного общения, отец публичных выступлений и многих других софт-скиллов. Основной фокус его интересов, как видно из названий книг, которые давным-давно уже стали бестселлерами, которые он написал, ну, например, такие, как получать удовольствие от работы, как выступать публично, как перестать беспокоиться, и, конечно же, как завоевать друзей и оказывать влияние на людей, одна из самых продаваемых книг всех времен. Он написал ее в ноябре 1936 года, то есть почти 100 лет назад. Базовая история, которая будет полезна и интересна всем, кто так или иначе касается вопросов взаимоотношений между людьми, пытается понять, что лежит в основе тех самых софт-скиллов, про которые сегодня так много говорят. Вся книга в двух предложениях. Во-первых, будьте искренним. Во-вторых, любите людей. В-третьих, не навязывайтесь. Помните, что все люди рождены, чтобы быть счастливыми, и вы должны просто помочь себе и им обрести то самое счастье. Давайте попробуем очень быстро в 10 фактах, в трех задачах разобраться, с чего начиналось и чем заканчивается. Это почти 100-летняя история. Начиналась она с улыбки. Улыбчивые люди производят, как правило, хорошее положительное впечатление еще до начала беседы, потому что мимика воспринимается окружающими на подсознательном уровне, и она это то, что видит человек перед собой, как только с вами встретится. Улыбка свидетельствует о том, что вы, ваша улыбка, что вы находитесь в хорошем настроении, и что вы симпатизируете собеседнику. Поэтому человеку подсознательно всегда приятно нравиться другим, и, значит, если он видит, что вы улыбаетесь, это вызывает у него только взаимные какие-то положительные эмоции. Карнеги приводит в книге ряд простых упражнений, которые должны помочь вам выработать привычку улыбаться. Одно из самых часто цитируемых и популярных – это работа с вашим отражением в зеркале, так называемая принудительная улыбка в течение нескольких минут, которая потом провоцирует улыбку настоящую. Вместе с улыбкой Карнеги рекомендует избегать критики. В этом заключается второй факт. Как только вы прямо указываете кому-то на ошибки, вы тут же вызываете негатив, потому что человек, который подвергается критике, он начинает руководствоваться эмоциями. И эти эмоции формируют у него ощущение слабости. Как только человек слышит критику, начинает настраиваться на негатив и чувствует себя слабым, он больше не прислушивается к советам того, кого считает нападающим. Поэтому критика вызывает желание сразу же дать отпор, подсознательно абсолютно точно. Даже если он никак это внешне не проявил, то все равно внутри будет желание что-то сказать вам в ответ, в общем, навалять морально или физически. Поэтому попробуйте просто понять собеседника, а не осуждать его. И если к отсутствию критики добавить еще и похвалу, то можно получить поистине бронебойное орудие, по мнению Дейла Карнеги. В этом заключается третий факт – мощная сила похвалы. Как правило, похвала выступает наградой за какие-то достижения, и поэтому ради нее многие из нас готовы на достаточно серьезные, большие, не побоюсь этого слова, великие поступки. Поэтому похвала за результат действует эффективнее, чем угрозы за невыполненную работу. И чтобы добиться расположения человека, Карнеги рекомендует ценить помощь, быть щедрыми на искреннюю похвалу и помнить, что наигранное лезть никогда не приведет к успеху. Потому что каждый человек имеет качество достойное восхищение, нужно только научиться их замечать, и для этого нужно чуть-чуть проявить внимание к этому человеку, а не стараться просто из набора каких-то стандартных похвал пытаться этого человека похвалить. В общем, американская школа, которая в противовес к нашему кнуту и прянику старается использовать только пряник, она вот тут проявляется во всей красе. Насколько это оправдано с нашей славянской ментальностью, момент как бы такой открытый и дискуссионный, но то, что искренняя похвала способна мотивировать – это факт. Вопрос теперь только в том, как научиться хвалить искренне, и кажется, что для этого достаточно просто по-настоящему интересоваться другими людьми. Этот тезис был написан в 1936 году, я думаю, что в 2020 он актуален как нельзя более чем, и в общем тезис как нельзя кстати подходит. Люди сконцентрированы на себе, они общаются только с теми, кто интересуется их жизнью, и поэтому в 1936 году Дейл Карнеги говорит, чтобы наладить дружеские контакты, задавайте вопросы, и не перебивая, давайте собеседнику высказаться. Это отличный способ продемонстрировать вашу искреннюю заинтересованность, потому что внимательный слушатель, говорил Дейл Карнеги в 1936 году, всегда в почете. Мне кажется, что это один из самых главных тезисов книги, который вылился в мощнейшие вообще тренинговые движения по всему миру, и до сих пор курсы активного слушания – это не такая уже большая редкость. Все потому, что, как гласит народная поговорка, слова, кажется, серебро, а молчание, как известно, золото. Если посмотреть на динамику наших отношений по линии «человек-социум», ну то есть человек и там другой какой-то человек или группа людей, то все четче видно, что каждый из нас хочет побыстрее и погромче рассказать какую-то свою собственную историю. И уже мало кто искренне хочет помолчать и послушать, а ведь чтобы проявить искренний интерес к другому человеку, иногда достаточно просто его не перебивать, а уж на следующем этапе начать говорить на темы, которые интересны вашему собеседнику. Корнеги говорит, найти подход к человеку можно, разговаривая на важные для него темы, общие интересы сближают, поэтому вы отыскиваете в собеседнике хорошую черту, говорите ему об этом, заслуживаете доверия, он становится внимательный к вам, и вы начинаете разговаривать с ним на те темы, которые интересны вашему визави, собеседнику, партнеру, тем самым пытаясь закрепить результат доверительного отношения. Как нельзя кстати, этому может поспособствовать ваше внимание к деталям. Шестой факт, необходимо уделять внимание к деталям настолько, чтобы не только услышать и услышать, слушать и услышать человека, но и запомнить то, о чем он говорит. Потому что человек, который помнит подробности рассказа собеседника, как правило, располагает к себе. И тут очень важны, как тоже в одной из поговорок говорится, дьявол кроется в деталях, тут очень важны мельчайшие подробности и детали. Имена, дни рождения, жизненные ситуации. У меня был кстати знакомый, который начинал знакомство с того, что спрашивал про дату твоего рождения, ну собеседника, и это как-то было так непринужденно, просто там, когда, в общем-то, день рождения. А потом, даже если вы после этого буквально пару раз общались, всегда поздравлял день рождения. То есть он как-то тут же записывал полученную информацию, ее там откладывал, систематизировал, и не забывал в день рождения поздравить любого из людей, кому он задал вопрос про дату рождения. Это вообще вызывало эффект разорвавшейся бомбы. В общем, Карнеги говорит, что если у вас поначалу не получается вот запоминать подробности, то не стыдно делать какие-то небольшие записи, но как-то аккуратно, чтобы это не было заметно. Потому что все такие усилия окупаются в долгосрочной перспективе, и вот этот вау-эффект от поздравления в день рождения, он почти ни с чем не сравним по степени эмоциональной силы. Ну и куча других остальных моментов, когда вы обращаетесь по имени, когда вы помните какие-то детали. В общем, вы делаете так, чтобы ваш собеседник проникался симпатикой к вам, и в противовес этому еще стараетесь меньше спорить. Потому что Карнеги говорит, что в споре нет победителей, и конфликтные ситуации всегда оставляют неприятные воспоминания. Если вы доказали свою правоту, это будет неприятное воспоминание, и, собственно, если ваш собеседник вам доказал свою правоту, все равно лучше избегать споров, потому что зачастую оппоненты отстаивают какие-то свои персональные убеждения, точки зрения, и, ну, собственная правота, она бывает непоколебима. Не обязательно вам иметь с людьми, с которыми вы общаетесь, одинаковое мнение, но воздержитесь от того, чтобы навязывать свою идею. Обсуждайте доводы другой стороны, и если конфликт неизбежен, постарайтесь сохранять спокойствие, эмоционально в него не встревать. Поэтому, а если уже встряли, то следующую встречу назначайте спустя какое-то время, когда эмоции утихнут, и вы, как участники дискуссии, сможете там самостоятельно как-то обдумать этот вопрос и понять, как из него выйти, сохранив вот это вот самое ваше хорошее отношение с человеком. Ну, и постарайтесь не говорить человеку, что он неправ, потому что, как только вы указываете на ошибку, говорит нам Дейл Карнеги, вы унижаете какие-то чувства человека. Не пытайтесь показать свое превосходство, не пытайтесь показать, что вы знаете больше, потому что оппонент с уязвленной самооценкой, он, как правило, защищается агрессивным поведением, потому что лучшая защита это нападение. Идите на диалог, уточните, что, возможно, вы не правы, хотите разобраться в этом вопросе вместе с обезьянником, там, избегайте каких-то жестких формулировок про то, что это всем очевидно, это и так ясно, и понятно, и это вообще аксиома, не требующая доказательства и так дальше. В общем, такой достаточно дипломатический подход, с помощью которого можно обратить врага в союзника, как бы не соглашаясь с ним, но явно не указывая на его ошибку, а пытаясь разобраться в мотивах его поведения. Ну, и в том числе признавайте свои собственные ошибки. Не ждите, пока собеседник поймет вашу неправоту и вам укажет на нее, берите ответственность на себя, признавайте допущенную оплошность и можете критиковать себя самостоятельно, потому что это всегда лучше, чем слушать критику со стороны. Вместе с тем, стимулируйте положительные ответы вашего собеседника, потому что в тот момент, когда вы делаете акцент не на отличиях, а на схожести, диалог выстраивается таким образом, что вашему оппоненту-собеседнику приходится большее количество времени говорить «да». И поэтому, как только он больше говорит «да», на подсознательном уровне у него формируется какая-то положительная установка, и он с большей вероятностью согласится с вами. Ну, это, в общем, такая история больше про психологию. Вот такие быстрые 10 фактов из книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей». В целом, у меня книга, она производит впечатление достаточно мягкой, дипломатичной книги, в которой вас учат в угоду хорошего отношения к вам терпеть какие-то неудобства, подстраиваться, делать несвойственные вам ранние вещи. Но, обратите внимание на то, как сильно она изменила жизни людей по всему миру, стала базисной для формирования, не побоюсь этого слова, американского общества в его текущих рамках, и продается вот этому всему же миру огромными тиражами вот уже почти 100 лет. Сегодня то, что Дейл Карнеги пытался донести нам еще в 1936 году, кажется наигранным, каким-то нарочито вычурным, но, может, действительно, нет ничего плохого в 2020 году в том, чтобы искренне улыбаться, искренне интересоваться другими людьми, хвалить их за достижения, и вместо того, чтобы спорить с ними, стараться понять и принять мотивы их поведения. Это все актуально как в бизнесе, так и в личной жизни. Поэтому три задачи из книги просты как никогда. Искренне улыбаться, искренне слушать и искренне хвалить. Конечно же, эти три задачи я записал в букнот. Это блокнот для осознанного чтения, который вы сейчас видите перед собой. О том, что это такое, больше можно узнать на сайте буквы.инфо.инфо.блок.букнот. В общем, обычный блокнот, только специально так структурированный, чтобы вы могли из каждой книги выписывать факты задачи, на основе этих фактов формировать задачи, идти их делать и становиться лучшей версией себя и запоминать больше из того, что вы прочитали. Это мы так в читай быстро упарываемся по качеству, а не только по скорости чтения. Это был Дэйл Карнеги, был проект читай быстро.буква.инфо. На этой неделе проверяйте скорость чтения буквы.инфо.слыш.рапид и ее же осознанность, отвечая на вопросы по тому тексту, который вы читали на время. Подписывайтесь на канал, конечно же, на колокольчик, на кнопочку подписаться. Можно поставить палец вверх или палец вниз и написать какой-нибудь комментарий, что вы думаете про Дэйла Карнеги и что вы думаете про его книги и подходы в этих книгах и про то, стоит ли так интересоваться людьми, чтобы аж прям искренне полюбить их. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, куча всяких статей про non-fiction литературу, про эмоциональный интеллект, про обзоры книг. Это все у нас на блоге буква.инфо.слэшблог. Ну и инстаграм, конечно, тоже никто не отменял. Буква.инфо. Увидимся через неделю. Новая книга, новый я, новый вы. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok